В 2015 году Владыка осветил первый камень храма в день символической закладки. И вот спустя два года уже в отстроенном здании он уже служит первую божественную литургию в честь праздника святого крещения Руси. Этот храм назван в честь князя Владимира. Святой имеет прямое отношение к сегодняшнему празднику. Прихожане говорят, что эта литургия особенная и побывать на ней большая удача. Я вообще год как прихожанка. Для меня это все вновь и все это очень важно для меня, поверьте. Я сама русская, для меня это важно тоже. Это считается наш праздник общий всех русских. Я человек православный и стараюсь всегда быть в храме, в любом храме. Ну а тут я сюда пришла, я даже не знала, что епископ тут будет. Это вообще служба такая, знаете, прямо как небо отверзается. Впереди еще много работы. Дату окончания строительства пока не называют. Говорят, как Бог даст. Дело непростое. Храм строится на пожертвования, что называется всем миром. Пока же все обряды и молебны проводятся в малом храме иконы Божьей Матери Державной. Но, как говорят священнослужители, сегодняшние молитвы должны были прозвучать именно в стенах нового храма. Храм без молитвы, даже строящийся, он тяжело дается тогда. А когда есть молитва, она оживает. Все равно препятствия всегда появляются. А с Божьей помощью, она легче созидается. Храм святого равноапостольного князя Владимира будет рассчитан на 2000 прихожан. Сейчас в приходе действует полноценная воскресная школа, кружки, детский церковный хор. Настоятель уверен, что с появлением нового храма жизнь прихода станет еще более насыщенной. А сегодня в светлый праздник крещения Руси он еще раз напоминает верующим о самом главном. Одного в любви и в согласии же. Это очень важно. Это очень нужно. Это как раз то, что созидает, а не разрушает. Потому что можно всего планы строить, какие-то еще что-то, законы принимать. Но если не будет любви, оно не будет действовать. Поэтому только вот это пожелаем. Христианское миролюбие, любви, добротолюбие. Всего, чтобы оно умножалось.